Почему детские и спортивные площадки устанавливают только на территории многоэтажных дворов? Резоны вопрос поднимают жители частного сектора Караганды. В этом городе в этом году установили больше 100 детских игровых площадок и лишь 5 из них в зоне одноэтажной застройки. По какому принципу распределяются бюджетные деньги на эти цели, выясняла Людмила Батюшкина. Нина Назарова живет в частном доме и признается, что на районы одноэтажного жилого сектора власти обращают внимание в последнюю очередь. Тренажеры какие-то, все-таки уже пенсионеры, хочется позаниматься. Детям негде заниматься. Ну, конечно, обидно. Справедливости ради, в одном районе Караганды в этом году в частном секторе построили 5 площадок со снарядами и тренажерами. В другом даже не планируют. От количества людей все зависит. Там в МЖД большее количество людей, мы охват делаем, население. А в частном секторе, соответственно, там меньше ограничений есть. Не менее 100 детей должно быть. Есть и еще проблемы. В частном секторе сложнее найти свободную землю под площадку, где еще и не должно пролегать под землей коммуникаций. Во-первых, это идет в территориальности и принадлежности земельных участков. Потом, и второй момент, в подземную инженерную коммуникацию. В смысле, нет свободного места, что ли? Да, бывают такие моменты, где нет свободного места. По словам чиновников, появление площадок во многом зависит от самих жителей. В Караганде с этого года запущена программа «Бюджет народного участия», где решающую роль играют именно голоса жителей. Так что нужно внести предложение и активно голосовать за свою площадку. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.